Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейши Ди, и добро пожаловать в новое видео. За кулисами биткоина происходят какие-то странные вещи, точно так же, как и за кулисами моего канала. Ведь на последнем видео мы набрали 6000 лайков. Это просто безумие. Большое спасибо за такую нереальную поддержку. Ты даже не представляешь, как она мотивирует. Итак, горячая фаза биткоина приближается. Давай разбираться в том, что это значит. Значит, осталось 22 дня до биткоин-халвинга. Однако эти цифры немного колеблятся, поэтому скажем, что у нас осталось всего 3 недели до самого главного события в истории биткоина. А 3 недели это не так уж и много. Но уже сейчас происходят странные вещи, связанные с биткоином. Например, мы заметили третий по масштабам вывод биткоинов с биржи Coinbase за всю ее историю. Куда уходят эти биткоины? Скорее всего, на холодные кошельки. Смотри, когда ты видишь большие притоки на бирже, это не очень хороший сигнал. Это означает, что они, скорее всего, планируют продавать эти биткоины на бирже. Но когда ты видишь большие оттоки биткоинов с бирж, это хороший знак. Но происходят и другие странные вещи. Помнишь, я показывал тебе сравнение двух поисковых запросов в Гугле? Биткоин и искусственный интеллект. И тогда биткоин был совсем внизу на фоне огромного роста популярности искусственного интеллекта. Биткоин набирает обороты. В глобальном поиске Google. И это очень интересно наблюдать. Мы знаем, что в преддверии халвинга будет много шумихи. И это заставит многих людей зайти на этот рынок, испытать огромное фома. Мы увидим множество новых инвесторов. Пока еще это лишь ранние звоночки. Как вот такой звоночек вот здесь для искусственного интеллекта. Однако следующие три недели будут очень показательными. Теперь давай разберем, что произошло со спотовыми биткоин ETF-ами на данный момент. Трудно поверить, что в начале года, менее трех месяцев назад, у Грейскейла было 640 тысяч биткоинов. Ведь теперь у них всего лишь 335 тысяч биткоинов. По сути, с момента запуска ETF-а они продали 50% своих биткоинов. За это время BlackRock купила 251 тысячу биткоинов. Они впитали в себя большую часть того, что продавал Грейскейл все это время. Есть и другие игроки, MicroStrategy, FBTC, Tether. Tether, кстати, держит 66 тысяч биткоинов. Он зарабатывает 5% на своих 100 миллиардах и затем берет эти прибыли и вкладывает их в биткоин. Это один из многих игроков по всему миру, которые покупают биткоин. И хотя биткоин обогнал серебро по капитализации, на сегодняшний день он все равно остается крошечным активом, ты не поверишь. И составляет всего лишь 0,001% от всех существующих крупных активов. И это прекрасная диаграмма, которая показывает, насколько на самом деле все еще мал биткоин. Здесь можно увидеть жилую недвижимость размером в 500 триллионов долларов, облигации 130 триллионов долларов, акции 110 триллионов долларов. Все это будет токенизировано, как и обещает Ларри Финк из BlackRock. Интересно, что рынок облигаций теряет своих инвесторов, так как они видят другие альтернативы, например, в спотовых биткоин-ИТФах. А это значит, что мы в будущем увидим большое перемещение из этих 110 триллионов долларов вот в эту крошечную коробочку под названием биткоин, которая весит всего лишь 1 триллион долларов. Конечно, навряд ли это произойдет уже завтра, и даже спустя год мы вряд ли это увидим. Однако в будущем, мне кажется, это неизбежно. Золото, кстати говоря, имеет капитализацию в 10 триллионов долларов, что всего лишь в 10 раз больше, чем у биткоина. Кажется, не такой уж и недостижимой целью для биткоина обогнать золото. Также здесь есть коммерческая недвижимость, которая, естественно, меньше жилой, и денежное предложение, которое равно 90 триллионам долларам. Взгляни еще раз на эту диаграмму и скажи, что биткоин уже пропущенная возможность, что в него заходить уже поздно. Он даже на фоне золота все еще кажется маленьким. Многие спрашивают, актуален ли прогноз в 99 тысяч долларов за биткоин до халвинга, как мы говорили в одном из видео. В этом видео мы предполагали, что если потоки в спотовые биткоин ETF сохранятся на прежнем уровне, и тем более, если они увеличатся, то биткоин может достичь 99 тысяч долларов за 40 дней. Давай посмотрим на некоторые из происходящих анчейн событий. Что мы видим? Огромные суммы биткоинов выводят с бирж. И самое интересное, это вот этот график. Мы только что увидели самый большой приток стейблкоинов на Coinbase за всю историю. Это 1,4 миллиарда долларов в USDC. И вопрос в том, увидим ли мы на этот раз крупный взлет биткоина, как это было раньше. Все это произошло за 12 часов. Третье по величине – отток биткоинов с Coinbase в сочетании с крупнейшим в истории притоком долларовых стейблкоинов на тот же Coinbase. Это же просто безумное сочетание. Что они собираются покупать на эти деньги, когда на полках практически ничего не остается? И как пишет StockMoneyLizards, мы подбираемся к горячей фазе биткоина. Мне нравится эта небольшая тепловая карта. Я публиковал ее в новостном телеграм-канале. Кстати, подпишись на него, мы подбираемся к 20 тысячам подписчикам там. И там только информация и никакой рекламы. Судя по этому графику, мы только разогреваемся. Это будет безумие. И история не просто повторится, она удивится. Ведь на этот раз у нас есть огромный поток капитала, поступающий от спотовых биткоин-ИТФов. Есть еще одна интересная вещь. Я пытаюсь собрать воедино все мелкие детали, чтобы получить представление о том, что может произойти в ближайшем будущем. И поэтому следующий пункт очень интересен. Какие детали у нас уже есть? Оттоки биткоинов с Coinbase. Рекордный приток стейблкоинов на биржу. Биткоин переходит в горячую фазу. ИТФ покупают как сумасшедшие. У Grayscale осталось меньше половины биткоинов, которые они могут продать. И вот это интересное сообщение. Если биткоин вырастет на 2000 баксов, выше 72 300 долларов, что он может легко сделать всего лишь за полчаса, будет ликвидирована позиции на 3,6 миллиарда долларов. Хорошо, это небольшой шаг на 2000 долларов вверх, который даже не обновит исторический хай. Но старожилы этого рынка, о которых ты, возможно, позабыл, например, Бэк Адам, специалист в области криптографии, который известен тем, что придумал концепцию Proof of Work, на котором работает биткоин. Он говорит, что уже на этой неделе биткоин может поставить новый рекордный максимум цены. Никто не стал бы перемещать 1,4 миллиарда долларов на Coinbase, если бы у них не было какого-нибудь плана на этот счет. И у них точно есть план. И если этот план размером с 1,4 миллиарда долларов будет реализован, то они смогут ликвидировать эти шорт-позиции, что приведет к шорт-сквизу, который и поможет биткоину обновить новый исторический пик. И это все может произойти уже на этой неделе, поэтому это очень захватывающе. Давай проанализируем все данные по всем ETF-ам и посмотрим, что происходит в перспективе. На данный момент спотовые биткоины ETF-ы работают уже около 11 недель, и только 2 недели из них были красными. Вот здесь и вот здесь. Но мы знаем, почему это произошло. Первая красная неделя была из-за FTX и их продаж, а вторая красная неделя была из-за продаж Grayscale и Digital Currency Group. В частности, Генезиса, их дочерней компании. Если бы их не было, то все недели были бы постоянно зелеными. А давай посмотрим, какой была неделя, которая подходит к концу сегодня. Первое, на что мы всегда обращаем внимание, это на GBTC. И мы видим, что в последний день они продали биткоины на сумму 104,9 миллиона долларов. И это хорошая новость, потому что перед этим они продавали на 300 миллионов, 212, 350 миллионов долларов, 358, даже 400 и 600 миллионов долларов. На фоне этого у нас был ряд хороших покупок. Например, Fidelity купили почти на 70 миллионов долларов, IBIT на 95 миллионов долларов, BITB на 67 миллионов долларов, ARK Invest на 27 миллионов долларов и HODL на 20 миллионов долларов. Так что эта неделя для всех этих игроков получилась очень солидной. Их покупки все-таки превысили продажи Grayscale. Давай посмотрим на глобальное обновление по всем ETF. Здесь мы видим, что притоки в них сейчас не рекордные, как были вот здесь, например. Однако, учитывая продажи GPTC, которые сокращаются, и то, что притоки в остальные биткоины ETF более-менее ровные, неудивительно, что цена биткоина до сих пор так держится. Денежные потоки в ETF, конечно, все еще позитивные, но не самые большие, которые мы видели, хотя и растущие в последнее время. На этом графике мы видим красную линию, обозначающую кумулятивный приток денег и зеленую линию тренда. Несмотря на огромные продажи GPTC в размере уже более 300 тысяч биткоинов, этот тренд остается серьезно растущим, как ты видишь. Вот этот зеленый тренд. Кроме этого, мы видим и горизонтальную зеленую линию вот здесь. Она обозначает средние притоки в биткоины ETF на протяжении последних 54 дней. И, как мы видим, эти притоки все равно остаются позитивными. А это означает, что спотовые биткоины ETF не остывают. Общий объем вливаемых денег, как мы видим по вот этому тренду, постоянно растет. И сейчас в 9 новых ETF-ов влито 25 миллиардов долларов. И мы при этом знаем, что Grayscale потеряла почти 15 миллиардов долларов всего за 54 дня, что поражает воображение. Теперь 9 новых спотовых биткоин ETF-ов держат аж 500 тысяч биткоинов. Это огромные умопомрачительные суммы денег. И опять же они не замедляются, даже несмотря на то, что Grayscale не прекращает продажи. Впрочем, эти продажи сейчас одни из самых минимальных за все время продаж. Линия продаж находится выше их обычного тренда, который здесь обозначен розовой линией. Розовая линия – это тренд, который также растет с течением времени, что является еще одним положительным моментом, так как однажды он просто-напросто дойдет до нуля. Иными словами, у Grayscale просто закончатся биткоины на продажу. Вот на что нужно обращать внимание. И вот на что еще нужно обратить свое внимание, так это на вот эту диаграмму, из которой мы понимаем, что количество биткоинов, которые покинули систему вчера, составляет 2584 монеты. Это в 3,5 раза больше дневной эмиссии биткоина, то есть количество монет, которые добывают майнеры. Вкратце, биткоин становится все дефицитнее. Что еще интересно, так это то, что все испугались рекордной экспирации опционов на сумму 10 миллиардов долларов. Многие, даже специалисты Блумберга, считали, что это отправит биткоин еще ниже, до 50 или 54 тысяч долларов, но биткоин все равно удержался на уровне 70 тысяч баксов. Как и продажи Grayscale, истечение срока опционов тоже не повлияло на цену биткоина. А открытый интерес по опционам, который также побил рекорды, также не повлиял на биткоин. Биткоин его не заметил. Это показывает силу главной криптовалюты сейчас, поэтому готовься к интригующей и потенциально огненной фазе биткоина. Еще раз напоминаю об этом графике. Вот где мы находимся. Мы находимся вот здесь, когда вот этот оранжевый график переходит в более красный. Что было в прошлые разы, ты сам видишь на этих графиках. Итак, игроки на опционах больше не контролируют цену биткоина. Но опционные шорт позиции, если мы подойдем к цене биткоина в 72 тысячи 300 долларов, будут ликвидированы. А теперь посмотри на этот график. Это биткоин по отношению к турецкой лире. И это предвестник того, что произойдет с твоей национальной валютой со временем. За 4 года биткоин вырос на 5000% по отношению к лире. То же самое скоро произойдет и с твоим фиатом. Все эти фиатные валюты разваливаются с разной скоростью. Но в итоге абсолютно все они стремятся к нулю. Евро стремится к нулю. Российский рубль стремится к нулю. Доллар стремится к нулю. Вопрос лишь в том, как долго все эти валюты будут обнуляться. Но представь себе 5000% дохода лишь потому, что ты держал биткоин 4 года. Какие облигации могут предоставить такую доходность? И мы опять возвращаемся к этой диаграмме. Облигации 110 триллионов долларов. Когда инвесторы наконец-то начнут видеть. Они увидят 5% доходность облигаций за год. И увидят 5000% доходность биткоина за 4. Куда они пойдут? Если у тебя в окружении есть люди, которые до сих пор не верят в биткоин. Покажи им этот график. Покажи им этот график. И в конце концов покажи им мой канал. Пускай подписываются. И скажи им вот что произойдет. С твоими деньгами в ближайшее будущее. Не важно что это за валюта. Доллар, британский фунт, рубль, гривна, тенге. Вот что с ней будет по отношению к биткоину. Ноль. Все они будут стремиться к абсолютному нулю. Что случилось с биткоином за время существования спотовых биткоин ETF за 54 дня. Смотри, за это время случилось два больших обвала цены. Две больших коррекции, которые все так ждали, но на которых все так боялись купить. Первая была спровоцирована продажами FTX и Grayscale. А затем был второй дамп от Grayscale и Genesis Digital Currency Group. Похоже, что эти два события сейчас теряют свою силу. Я не хочу сглазить, но видимо, что большая часть ущерба, которую они могли нанести, они уже нанесли. И с момента продажи активов FTX вот здесь тренд всегда был растущим. И он ни разу не повернул вниз во время продаж FTX, Grayscale, Genesis и так далее. И сейчас мы находимся на отметке выше 70 тысяч долларов. Вопрос в том, что будет дальше. А дальше, ребята, скорее всего, будет горячая фаза. Этот индикатор отображает близость биткоина к пику или ко дну, и он до сих пор желтый, как ты видишь. Пики всегда были красные, а мы даже не оранжевые. Мы даже не в оранжевом диапазоне. А это означает, что пик еще не наступил. Нам еще предстоит пройти долгий путь впереди. Меня зовут Богатейший Ди, и мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок